Диана Латышева Чемпионат АСБ дивизиона Казань, ПГАВК СИТФ1 против КФУ Чемпионат Казани по хоккею и шайбе, противостояние хоккейного клуба «Динамо Казань» и команда КФУ «Студенты» Решающий матч чемпионата АСБ дивизиона Казань, баскетболистки КФУ, померились силами с КНИТУ КАХТИ Открытое первенство по акробатическому рок-н-ролу среди воспитанников спортивной школы НИКО В госстудии Денис Давыдов, говорим об итогах международного студенческого спортивного фестиваля «Студент Юрокап» 18 декабря в спортивном зале Павловской академии спорта и туризма прошли соревнования в рамках ХСБ дивизиона Казань В них приняли участие женская сборная ПГАВСИТФ1 и команда КФУ Подробнее нам расскажет Ксения Уваровская Перед началом матча команды начали активно разогреваться, выполняя сложные комбинации с мячом и без него Это разогревало не только мышцы спортсменов, но и интерес болельщиков к игре Минутами позже прозвучал свисток, который предупредил нас о начале матча Девушки поприветствовали своих противников и поспешили разойтись по позициям Уже на первых минутах стартового периода после нескольких передач сетка кольца команды Академии спорта принимает в свои объятия мяч И вот счет открыт С каждой передачи мяча цифры на табло мгновенно менялись Игроки обеих команд активно атаковали своего соперника И как итог 22-7 в фольцу Павловской академии Пара минут перерыва между периодами и девушки вновь поспешили на площадку Спортсмены команды Академии спорта начали активную атаку, которая сопровождалась фолами Впрочем, как и вся игра в целом Частным явлением были штрафные вбрасывания Это делало игру более напряженной не только для участников соревнований, но и для тренера сборной КФУ Который поддерживал своих подопечных и не давал им расслабляться По истечению третьего периода команда КФУ пыталась сократить свое отставание от Павловской академии Заранее обсудив стратегию дальнейших действий в команде Финальный период запомнился своей агрессивной игрой И страстным желанием спортсменов обеих команд победить Было сложно предугадать, чьей же победой окончится четвертый период И вот, на последних секундах в кольцо КФУ залетает мяч Четвертый период закончился со счетом 13-11 в пользу Павловщицев Победу в игре одержала команда Павловской академии Финальный счет составил 61-40 Команда соперников большие молодцы Они бились от начала и до конца Что-то у них получалось, что-то нет Но все равно большие молодцы Поздравляем девушек из Павловской государственной академии физической культуры, спорта и туризма С достойной победой! Ксения Уваровская, неделя спорта 19 декабря в Татнефть-арене состоялась игра в рамках чемпионата Казани по хоккею шайбы На лед вышли хоккейный клуб «Динамо Казань» и команда Казанского федерального университета «Студенты» Об исходах матчей нам расскажет Аида Гатаулина Команды начали задорно и активно, показывая свой профессионализм и мастерство Однако «Динамовцы» с первых минут матча показали высокий прессинг и зажали студентов в их зоне, бросая с каждой точки площадки Активная игра у пятака студентов привела к заброшенной шайбе и «Динамовцам» удалось выйти вперед Студенты КФУ удивили соперников своей надежной защитой и непробиваемым вратарем Таким образом, первый период оканчивается со счетом 0-1 Второй период начинается с потрясающего сейфа Мухаммедзианова Артура Игра была настолько напряженной, что мы лицезрели поломанные клюшки и серьезные силовые приемы Но на восьмой минуте периода команда «Динамо» увеличивает счет в матче Через 10 минут мы видим еще одну шайбу ворота студентов, а еще через 20 секунд счет становится 0-4 Под конец второго периода команда из КФУ выдала неплохую атаку на ворота «Динамовцев», но, к сожалению, она не увенчалась успехом С таким серьезным счетом команда уходит на перерыв В самом начале третьего периода нашим студентам удается провести атаку 2-1, но голки про «Динамо» играет безошибочно Вбрасывание в зоне «Динамовцев» им удается взять инициативу в свои руки, провести контратаку и сделать счет 0-5 Но буквально через несколько минут хоккеистам из КФУ удается отыграть одну шайбу Это делает Шагапов Ренат. Страсти на площадке кипели нешуточные и в один момент обычно силовой прием оборачивается в серьезную потасовку В которой приняли участие несколько членов команд, в том числе и вратарь, что привело к удалению четырех игроков до конца матча Несмотря на то, что КФУшники были номинальными хозяевами, играли они отнюдь не по-хозяйски «Динамовцы» задавили прессингом в чужой зоне, поэтому хоккеистам из КФУ сложно было выстраивать какие-либо комбинации Так как почти любая шайба перехватывалась соперниками Под конец периода «Динамовцы» забросили еще четыре шайбы и таким образом финальный счет матча становится 1-9 Переломный момент, наверное, сказался на судействе То есть ребята начали думать не об игре, а о судействе И из-за этого, получается, начались провалы в обороне Нечестное судействие всего ли? Ну, то есть не совсем корректное было, много грязной игры было Поздравляем хоккейный клуб «Динамо» с заслуженной победой Аида Катаулина, Евгений Романов, Неделя спорта 19 декабря в спортивном комплексе «Уникс» прошел очередной матч среди женских команд в рамках АСБ дивизиона «Казань» На поле вышли команда Казахско-федерального университета и команда Кнету-Кахты Подробнее нам расскажет Евгений Романов Первые минуты игры сопровождались высоким темпом обеих команд Обе сборные начали резво, обоюдные атаки сыпались одни за другими, но подводила реализация Первые забитые мячи пришлись лишь в третьей минуте первой четверти После этого команды оживились и начали более организованнее подходить к реализации моментов По итогу первая 10-минутка закончилась со счетом 12-10 в пользу Кнету-Кахты Вторая четверть игры началась с быстрого гола Кахты, который, казалось, несколько обескуражил команду КФУ Появились проблемы с защитой Не удавалось сдерживать давление соперника, возникли позиционные ошибки Все это привело к тому, что к середине второй четверти отрыв КХТИ был уже 8 очков Казалось бы, игра КФУ вышла из-под контроля Однако девушки вовремя собрались и начали постепенно сокращать разрыв в счете А спустя несколько минут и вовсе вышли вперед Два заключительных трехочковых броска в исполнении третьего номера КФУ дали солидное преимущество в счете И вторая четверть закончилась со счетом 24-31 в пользу федералов На старте третьей 10-минутки отрыв КФУ был уже 11 очков Такой перевес придал спокойствие нашим девушкам и позволил в целом контролировать игру В свою очередь КХТИ попыталась перейти на игру первым номером, обостряя свои атаки у кольца соперника Однако все их попытки сократить счет оказались тщетны Счет перед заключительной четвертью 32-45 в пользу федералов Четвертая четверть не принесла с собой интриги в матч Все шло своим чередом, КФУ доводил матч до логического завершения А игроки КХТИ, кажется, уже смирились с поражением В конечном итоге матч закончился со счетом 46-54, уверенная победа КФУ Поздравляю с победой, первые эмоции после игры Все ли получилось, довольна ли победой? Ну, спасибо, во-первых Во-вторых, на самом деле не особо довольна игрой я и тренер, и остальные тоже Потому что как-то не получилось реализовать то, что все планировали Команда не самая сильная, могли бы сыграть и намного лучше Евгений Романов, неделя спорта 20 декабря в спортивном комплексе «Ватан» прошло открытое первенство По акробатическому рок-н-роллу среди воспитанников спортивной школы «Ника» О ходе соревнований и развития акробатического рок-н-ролла в Татарстане Расскажет наш корреспондент Максим Журобоев Спортивной школе «Ника» в следующем году будет 25 лет со дня открытия За это время она выпустила очень много будущих спортсменов в разных дисциплинах А сейчас она одна из немногих в нашем городе С 2017 года начала активно развивать акробатический рок-н-ролл И специально создала клуб «Стимул», где сейчас занимается 60 человек при общем количестве в 700 Всего в городе еще 4 подобных спортивных клуба «Фокус», «Формейшн», «Татнефтьэлемент» и «Татнефть.Казань» Организатором и главным судьей соревнования выступила Леонова Анастасия Григорьевна Мастер спорта России по акробатическому рок-н-роллу и судья первой категории Всего соревнования проходили по 11 дисциплинам, в которых принимали участие юноши и девушки возрастом до 15 лет Перед началом соревнования зал наполнили болельщики, которые поддерживали каждое выступление громкими аплодисментами После того, как все были готовы к началу первенства, на площадку вышла «Снегурочка», чтобы помочь детям справиться с волнением перед соревнованиями и поднять каждому настроение в преддверии Нового года В 10.00 началось первенство и на паркет вышла первая пара Сабирова Амина и Володина София Своим выступлением показавшая всем, что сегодня судьям придется очень нелегко определять победителей Выступающие сменяли друг друга и каждый раз срывали бурные овации И спустя полтора часа соревнование завершилось И после короткого перерыва была открыта самая долгожданная часть первенства – награждение Мы готовились к этим соревнованиям по сути полгода Многие из детей начали заниматься только в сентябре И мне кажется, что результаты очень достойны То есть дети показали хороший уровень подготовки В это время в Атан приехал Эмир Харрисов Президент Федерации акробатического рок-н-ролла и буги-вуги Республики Татарстан И в компании с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравлял каждого чемпиона В России акробатическому рок-н-роллу где-то уже более 30 лет Ну вот в Казани, в Татарстане нам чуть менее 5 лет И тем не менее мы очень рады наблюдать, что за эти 5 лет большое количество ребят и девчат Смогли вступить в клубы и заниматься танцевальным видом спорта Год от года число клубов растет В клубах растет количество ребят и девчат И уже на различных соревнованиях в федеральном округе и в России Наши ребятишки пробуют свои силы и показывают достаточно хороший прогрессивный результат Вот победители всех дисциплин наградили медалями и подарками И настало время для общей фотографии Победители награждены, родители счастливы, тренеры наполненной гордостью за подопечных провожают их домой Надеемся, что подобные соревнования будут проходить гораздо чаще И акробатический рок-н-ролл станет еще более популярным А будущие чемпионы станут большой гордостью республики Максим Журобоев, Неделя спорта И мы продолжаем, и теперь у нас в студии Спорт.орг Институт социально-философских наук и массовой коммуникации Денис Давыдов Здравствуй, Денис Здравствуй, Диана И наша редакция в первую очередь хочет поздравить тебя с победой в конкурсе студент года В номинации Лучший Спорт.орг Это была действительно заслуженная победа Спасибо большое, Диана, очень приятно Но ты известен нас в университете не только как Лучший Спорт.орг, но и как футболист Как я знаю, в Петербурге проходил международный студенческий спортивный фестиваль Student Hero Cup В котором принимала участие команда Казанские Йо Барсы Расскажи вообще, как проходил этот турнир И с какими соперниками вам пришлось столкнуться Организация турнира была очень хорошая, потому что приехали 24 команды Что было самое интересное, что это было по такому же сценарию, как это будет проходить летом 2020 года 24 команды были разделены на 6 групп, по 4 команды, из которых 2 выходило напрямую И третья лучшая команда из каждой группы По итогам трех групповых матчей в группе тоже выходили дальше в стадию плей-офф Мы заняли второе место в группе, что позволило нам сыграть с не самым сильным, но и не слабым соперником Как оказалось, в плей-офф это были хозяева турнира Это была высшая школа экономики Санкт-Петербурга К сожалению, мы там проиграли по пенальти Это было уже третье поражение сборной КФУ в этом году по пенальти Мы проиграли в Сочи в серии пенальти Мы проиграли в Москве в серии пенальти Теперь еще один крупный город, Санкт-Петербург, где мы, к сожалению, уступили в серии пенальти О чем это говорит? Это говорит о том, что нам немножко не хватает хладнокровия Уверенности в себе, наверное, в решающий момент Ну и, конечно же, везение Но, как говорится, в этот сильнейшем, если бы, мне кажется, мы более уверенно действовали Более хладнокровнее, более рискованнее в каких-то моментах Мы бы не доводили дело до серии пенальти Думаю, что мы могли бы дойти далеко. Очень хотелось бы привести пример чемпионов этого турнира «Ранхикс», потому что мы видели, как они играют. Они вышли с большим трудом, они вышли из группы с третьего места. Только по разнице забитых и пропущенных они смогли выйти в стадию плей-офф. Но как они играли далее, они играли раскованно. И без всяких сомнений, без оглядки на свои ворота, они практически не пропускали. И на протяжении всего турнира, все сетки, они смотрелись очень достойно. Много забивали, мало пропускали, два раза выиграли в серии пенальти. Это говорит о том, что у них было бешеное желание, о том, что они очень уверены в себе, и они действительно заслуженно выиграли. После всего турнира я не был расстроен, потому что я был, наверное, воодушевлен тем, как играет «Ранхикс», и сказал нашим пацанам, нашим ребятам, нашим футболистам, что мы должны взять это на вооружение, потому что они не играли лучше, чем мы, они просто играли с большим желанием, с горячим сердцем и с холодной головой. Но с каждым таким опытом, с каждой поездкой мы становимся все более увереннее и надеюсь, что на следующем турнире, который будет уже в 2020 году, мы дойдем как можно дальше и уже покажем класс, и будем действительно считаться не только самой сильной командой, но и на деле мы будем казаться, и для всех мы будем действительно сильной командой. Вернемся к твоей награде лучшего спорторга в конкурсе «Студент года». Как ты вообще шел к этой награде? Какие эмоции ты испытывал, когда получал заветный дефон? Я думаю, все спорторги со мной согласятся, что победа в номинации «Лучший спорторг» — это победа в основном спортивного актива института. То есть несмотря на то, что спорторг один, а актив и мероприятия, которые организуются в рамках университета или в рамках института, это делают несколько человек. Поэтому то, что выиграл на этот раз я, это говорит о том, что моя команда активистов нашего института в этом году проработала очень хорошо. Это было и в прошлом году, он очень хорошо проработал, когда я был лауреатом. А в этом году мы действительно, наверное, были, ну я надеюсь, так и было, мы были лучше организованы, мы показывали большее желание организовывать мероприятия, делать их более качественными, чем в прошлом году, чем в других институтах. Я очень рад, что сейчас институты объединяются. Если раньше было так, что там каждый институт хотел проводить свои мероприятия и радовался только своим победам, то сейчас институты объединяются, и это меня очень радует, потому что я считаю, что спорторг настоящий, он должен делать не только все на благо института, но и на благо университета. И, наверное, вот это мое понимание позволило нашей команде и мне выиграть эту награду. Спасибо большое, Денис, что посетил нашу студию. Мы желаем тебе дальнейших успехов и поздравляем тебя с наступающим Новым годом. Спасибо, Диана, за поздравления. Спасибо тебе тоже с на наступающим Новым годом. Вот такими яркими событиями нас порадовала прошлая неделя. Ну а что же будет дальше, увидим. Вы смотрели программу «Неделя спорта» на телеканале «Универтв». Меня зовут Диана Латышева. До новых встреч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...